друзья приветствую с вами станислав магазин гироскутер shop у нас очередная новинка и сегодня мы с вами познакомимся с новинка от компании white сибири электро квадроцикл white сибири снег r 3000 ватт сегодня покатаемся посмотрим как он справляется с задачами какая комплектация и что он из себя представляет поехали и ну что друзья мы до этого снимали видеоролики от компании вас сибири на квадроциклы среднего класса и младшего класса скажем так детские подростковые и уже можно сказать полноценно взрослым и обозреваем кто предыдущий ролик не смотрел вы можете ссылки внизу под под видео перейти посмотреть предыдущие ролики те квадроциклы тоже очень интересные оказались модели ну а сегодня мы поговорим о старшем брате новинки снег pro r 3000 ватт данный квадроцикл подходит для категории людей уже подросткового формата и взрослого то есть по заявлению производителя максимальная нагрузка данного скутера выдержит до 200 килограмм а максимальная скорость достигает до 50 километров в час снабжен данный квадроцикл свинцово-щелочным аккумулятором 60 вольтовым на 20 ампер часов соответственно по заявлению производителя максимальный пробег на одной зарядке до 60 километров но учитывая реалии свинцово-щелочные аккумуляторы думаю что конечно будет поменьше проезд на одной зарядке я думаю что где-то до 40 45 километров но опять же все покажет опыта практика и поездка на этом квадроцикле опять же друзья много в предыдущих видеороликах вам рассказывал что влияет на пробег и скорость максимальную сейчас я повторюсь это вес райдера манеры и погодные условия конечно это тоже учитывайте факторы сейчас у нас на улице минус 3 минус 5 соответственно при морозе тоже пробег будет меньше поэтому учитывайте эти факторы по заявлению производителя опять же данный аккумулятор идет в штатном комплектации поставка этого квадроцикла идет свинцово-щелочные аккумуляторы но при желании можно снабдить его литий-ионным аккумулятором что принципе явно рекомендовал бы учитывая опять же это сугубо мое мнение литий-ион аккумуляторы поинтереснее себя ведут с точки зрения надежности опять же до срока службы но и прихотливости да поэтому литий-ионный аккумулятор я рекомендовал бы при покупке данного квадроцикла приобрести и вы просто ощутите разницу двигатель нас с вами не электро идет да это идет редукторная система также как на электроскутерах трехколесных от компании white сибири 3000 ватт но опять же гравировку на мотор колесах на редукторе в данном случае ничего не указано по мощности да она указана соответственно здесь серийный номер данного их скутера и в паспорте в паспорте соответственно мощность указана ниже ну по комплектации мы с вами пройдемся немножко позже и покажем что комплектация идет что хочется сказать вообще о самом данном квадроцикле но друзья конечно смотря кому что нравится да то есть если вы так резюмирует свое мнение мне больше все равно там если выбирать категории квадроциклов мне нравится больше бензиновая история вот именно квадроциклов да я не говорю со самокатах велосипедах или какой-то другой техники именно квадроцикл кто-то любит конечно фанатеет от электроквадроциклов поэтому если вы прям любитель электроквадроциклов то это ваша история попробуйте покатать посмотрите техника заслуживает внимания мое сугубо мнение да то есть квадроцикл должен быть бензиновый поэтому здесь не судите строго фанаты электроквадроциклов это сугубо мое мнение и моя как говорится обратная связь и так что хочет сказать о контроллере контроллер у нас и вся там провод который проходит она находится у нас под псевдо баком скажем так да здесь у нас пластиковое идет основание цельным и здесь разбирать сейчас не будем сейчас на фото вы увидите контроллеры контроллер стоит хороший с известного ты за весна производителя электрики но и самая немаловажный фактор посмотрите сюда учат на идет у нас установлено ограничение по скорости мы его разъединили вот здесь у нас с вами стоит вот такой-то ограничитель он вставлен у вас вот так вот соответственно максимальная скорость и вы будете передвигаться не более 25 километров ну и просто для того что снять у нас вот здесь он установлен зажатый отсюда мы его снимаем и вытаскиваем разъединяем соответственно при разъединенном красном и зеленом проводе он будет выдавать максимальную скорость который заявляет производитель ну что друзья давайте поговорим с вами о подвеске передняя подвеска у нас с вами идет независимая газомасля на произведение производители здесь у нас с вами мы посмотрели находится ниппель для под для подкачки опять же да то есть кто-то подкачивает воздухом но я бы рекомендовал бы подкачивать азотом почему потому что если мы с вами подкачиваем воздухом во-первых от перепада температуры будет меняться немножко баланс самого подвески да то есть а если мы азотом то не влияет погодные условия то есть если сейчас мороз либо там жара да то есть соответственно вас подвеска будет отрабатывать стандарт так она и будет работать поэтому рекомендовали бы вот закачивать азотом ну смотрите сами мы принципе качали воздухом да там на те же самые электроскутеры да и проблем не было поэтому здесь уже на свое усмотрение это просто рекомендательные рекомендации обратно связь сугубо на наших специалистов сервисных центров а что хочется сказать о тормозах вот сразу да вот что глаза бросается мы посмотреть с вами передней подвески посмотрите как проходит гидролиния да вот передняя гидра гидравлика на данных скуты стоит гидравлическая система торможения проходит нас тут левая сторона немножко наверх поймите до нижняя чуть пониже но тем не менее по моему мнению сделано все хорошо то есть он не идет ниже рычага то есть если вы едете на скорости и вы какое-то сопротивление либо какое-то препятствие с на своем пути скажем так его поймали то у вас не будет зацеп гидролинии да то есть а первую очередь будет попадание в подвеску и только потом гидролинию да то есть поэтому здесь я считаю что сделано нормально не он не свисает поэтому здесь не придраться не к чему на заднюю подвеску обратите внимание задняя подвеска на стоит тоже газомасляная обратить внимание что если сравнивать с передней передней у нас тоже идет пружина но пружина они поменьше задняя на усиленность подвеска на самом деле отрабатывать хорошо и мы в этом видео вы увидите нашу поездку увидите мы вдвоем катаемся с коллегой коллега мы совместно на совесть сколько было 170 килограмм грубо говоря коллега покрупнее меня его как с пятой точкой полос на сиденье не поместилось поэтому он часть сел на металлической багажник и как он сказал в этом видео видите обратно связь подвеска отрабатывать даже на металлическом багажнике достаточно было комфортно колеса штатные идут протекторные покрышки 18 на 9 и 5 на 9 50 и на 8 хорошие мощные покрышки задние и передние у нас с вами идут на 19 нас на 7.0 и 8 в принципе что касаемо подкачки колес это как на всех квадроциклах от компании white сибири здесь у нас с вами идет вот сосок компрессор не совсем удобно не всегда удобно сюда подобраться поэтому здесь можно оба тут снять там на 66 болтов открутили поставили подкачали компрессором все нормально что касается сама сама система вообще от корпуса сам корпус сделан из пластика вы сами это все видите с точки зрения поездок на аккуратнее катайтесь чтобы нигде ничего не сломать но опять же пластик принципе можно восстановить это как на машине знаете бампер там зацепили где-то немножко порвали да то есть можно соответственно подъехать запаять паяльничком шлифанули подкрасили соответственно все нормально как как родной можно сказать штатный будет спереди нас вами стоит кенгурятник и сзади установлен большой металлический багажник металлический багажник стоит основательно крепится он к основанию рамы можете обратить внимание стоит справа на два болта слева и еще сверху по два болта то есть с помощью него я могу смело вообще брать его за этот багажник и приподнимать но при поднимается видите конечно же вес он не маленький вес составляет 127 килограмм в собранном виде и в упаковке порядка 143 килограмм для более детального ознакомления технической характеристики и комплектации данного электроквадроцикла сейчас видите на экране полное описание нажмите паузу для более детального ознакомления что касаемо освещения вы видите что у нас данный квадроцикл снабжен четырьмя линзовыми фарами с английскими глаз глазками освещение принципе неплохое но как говорится да там мой коллег говорит много света не бывает поэтому я согласен с этой с этой фразы да то есть поэтому если планируете кататься в темное время суток то можно установить дополнительные фары куда их поставить не проблема мы найдем при необходимости поставим как вариант можно даже сюда поставить две фары давайте пройдемся по системе тормозов и управление системы системы руля у нас с вами самый основной момент да там хоть и как и говорил что тормоза придумал трус да там есть такая поговорка но и тормоза на самом деле они нужны на тем более на технике и так два тормоза у нас стоит гидравлическая система торможения с блокировкой у нас стоит блокировка тормоза слева стороны также с правой стороны и основание стоит у нас здесь марте дополнительная ручник скажем так заблокировать блокировки ручку мы ставим наверх разблокировали вниз мы его заблокировать сейчас вы видите на экране где он установлен вот здесь стоит нас ручник вот так он работает и по системе управления пройдемся с вами слева стороны у нас стоит блок управления блок управления здесь включение и отключения фар система поворотников поворотники у нас стоят спереди и сзади кнопка утопления нажимаем нажимаем сразу газ он начинает двигаться назад то есть это реверс как на всех его в сибири скутерах сверху тумблер переключения света он работает в трех режимах ближний дальний свет и системы трубоскопа вы можете на экране видеть сейчас какая работает фары ну из чуть ниже находится тумблер переключения скоростей 1 2 3 максимально ручка газа там стандартного моциклетного формата и дисплей старый добрый ватсибирский полноценная информационный где указана с вами спидометр одометр пробег сейчас данном случае мы проехали два километра на нем режим скорости вольтметр со шкалой зарядного аккумулятора ну и здесь указатели повторители тех режимов которые мы с вами используем в комплекте идет на с вами держатель телефона тоже все это установлено зеркала в принципе это не все дальше мы еще покажем вам заряду соус еще дополнительный комплект который идет так ну что друзья вот мы переместились магазин кстати что хотелось еще обратить внимание по квадроциклу это на его большой достаточно клиренс обратите внимание здесь по центру нас самый большой уровень клиренс как вы видите конечно же с передней части подвески и задней редукторной системы клиренс пониже ну соответственно мы вы сейчас на экране видите переднюю минимальную точку и центральную и нижнюю но еще обратить внимание если вы помните мы снимали предыдущие квадроцикла которая говорил что детские средние для подростков вот именно на этой версии вы видите что редуктор расположили выше соответственно клиренс стал еще тоже побольше поэтому вот в этом плане в от сибири молодцы услышали предыдущее видео которое мы снимали да тоже тоже давали обратную связь что редуктор было бы здорово повыше поднять и в этой модели это реализовано но и как обещал пока комплектации так комплектация которая в квадроцикле идет соответственно мы с вами поговорили но здесь дополнительно идет у вас такая коробка в нем идет на зарядное устройство зарядное устройство на два с половиной ампера то есть 20 20 часов 20 ампер часов у нас аккумулятор ну примерно где-то 6-7 часов у нас будет полностью заряжены набор ключей зеркала которые уже установлены тоже комплекте и инструкция на русском языке и гарантийный талон гарантия 12 месяцев по всей россии в принципе это все что перемещаемся обратно на тест-драйв поехали передние поворотники вы видите нашим крайне как они работают в принципе они стандартны как стоят на трек на всей системе электроскутеров от сибири ну а сзади стоит поворотники под крыльями также стоит габариты стоп-сигнал также в этом байке на с вами идут в комплекте ключи сейчас я поговорю о ключах отдельно и брелках кнопка старт-стоп кнопка старт-стоп ну принципе наверное напоминать не нужно можно завести сквозь кнопки старт-стоп также пульт пульт это сигнализация акцентировать внимание не буду много рассказывала предыдущих видео то есть от из-за был блокируем сигналку сработала пытаемся угнать кстати одержать для телефона идет на с вами со встроенной зарядки то есть силовой кабеля от зарядки кабеля зарядки идет подключенный 10 usb стоит то есть телефон свой планшет чтобы то подключите можно подзаряжать во время поездки также хочу обратить внимание дополнительно что у нас правой стороны находится справа стороны нас выведен автомат то есть сейчас у нас включенный вы можете просто отключить автомат все он полностью заблокировался ничего не работает включено питание ну и обратно соответственно включить то же самое делать все подключили здесь право стороны внизу у нас находится с вами замок обратить внимание что это такое да то есть это блокировка рулевой части то есть смотрите сейчас видите направо повернул стоит отверстие вот мы все ставим ключом поворачиваем здесь выходит штекер он закрывает рули соответственно все мы повернуть и уже не можем он блокирует рулевую часть на принципе как на мотоциклетность классическая история все таком же формате что касаемо самой рамы здесь левать сибири продумала опору для ноги поставила чтобы основа основания нагрузки шла на нее она присоединена к раме то есть а здесь просто стоит дополнительно это уже для как вариант детский то есть ноги поставили с ребенком катаясь и катая и передвигается что касаемо двухместного для взрослого наверное это полно если двое взрослых то это будет полноценно одноместный вдвоем не очень удобно если будете кататься с ребенком то вообще без проблем комфортно смело можно передвигаться причем ребенок даже если у вас будет не спереди сидеть а сзади да здесь предусмотрены ручки для опора для заднего пассажира но опять же рекомендую самое главное на с вами друзья это безопасность не забывайте если вы будете эксплуатировать квадроцикла одевать конечно шлем защиту все то что безопасно прежде всего так вот я рекомендую как на мотоциклах не браться за ручки только когда вы катаетесь до заднего пассажира если то обхватывайте кольцом водителя крепко держитесь и путь дорогу ну что друзья давайте покатаемся с вами посмотрим на что способен данный квадроцикл как он себя ведет на неровностях как покатаемся постараемся по сугробам посмотрим мне просто не очень интересно ну и подадим вам обратную связь поехали ух друзья слушайте давно что-то на квадроке на электро не гонял с такой тягой на самом деле впечатление положительное вот друзья вы видели да на передней части ну точнее драйв скорость да он едет хорошо но я предполагаю что вот сейчас три раз нажимаю мы сейчас сидим и он не едет вот но не тянет серьезно друзья отведите да я предполагаю что реверс это как на всей продукции вассибирь идет с задержкой и вот это вот задержка она не хватает ему чтобы даже просто нам с этой с этой преграды выехать вот хотелось бы конечно что в сибири сейчас сможет это видео до получили обратную связь и как-то эту систему доработали потому что все таки покупая квадроцикл по стоимости там если не ошибаюсь сейчас он где-то в районе 150 или 160 тысяч стоит на на момент съемок но а более актуальную цену смотрите по ссылке под этим видео так вот по такой цене и как заявляет производитель 3 киловатта но хотелось бы чтобы как минимум такой истории не было да что мы нажимаем с вами да и вот вот здесь вот мы да он заднепринный был бы полнопринным и бы я думаю вылетели бы отсюда просто без проблем но вот такая история на ровной поверхности скажем так даже вот видите я разогнался заехал запрыгнул просто даже не почувствовал а здесь такая невязочка да вот видите смотрите сейчас я нажимаю реверс и нажимаю назад он очень-очень плавно начинает ехать постепенно набирает скорость но есть плавно очень то есть нее есть задержка такая небольшая и за это не задержка как раз мне хватает на низах а если вы куда-то увязли разгоняться но драйв вы видели сами пятачки крусть вот сейчас у меня пока 17 в горку едем 19 20 20 20 пока 21 по спидометру gopro села но вот видите он тянется справляется задача спасибо ну что друзья вы сами видели вот на низах конечно все равно квадроцикл вот если даю обратную связь на низах ему не хватает но если например вы потом нарастает скорость до мощности хватает все справлять задачами мое предположение что здесь два фактора основополагающие да это опять же мое мнение сложился первое это то что контроллер настроен таком формате либо его нужно перепрошить скорее всего ну и также аккумулятор тоже дает свое свое ноту скажем так носит свои три копейки потому что стоял бы литий-ионный то у него просадка была бы ниже у литий-ионного аккумулятора просто больше ток отдачи идет да то есть соответственно сходя из этого скутер будет вести себя данный точнее квадроцикл будет вести себя по бодрее поэтому если вот эти два момента участия доработка от компании white сибири то я думаю что получится вообще великолепный квадроцикл чтобы на низах тяги хватало и соответственно на скорости на скорости уже он справляется задачами ну и обратная связь реверс кстати тоже немаловажная часть а так в принципе говорю что если мы с вами разогнались на нем да и уже начинаем что-то с ним пятачки крутить да там или нагружать его он будет справляться задачами мы даже вот вдвоем с коллегой ехали сюда в парк 170 килограмм нагрузка мы едем он справляется даже под уровнем наклона да то есть все нормально но если подъехать вплотную например к какой-то ну какой-то нейронность да ну например сопротивление корка даже снега небольшая и остановиться только после этого нажать газ газ все он увяз он не едет ему не запрос не хватает мощности а если вот так вот как сейчас еду да то есть он спокойно будет справляться задачами и выезжать поэтому есть определенный момент на что нужно обратить внимание а так квадроцикл неплохой получился друзья наш такой небольшой лайфхак здесь можно на трос брать кстати вот сейчас попробовал коллега задержаться рукой до сопротивления я нажимаю газ на низах даже кстати он тянет спокойно справляя задачи так что друзья исходе вы лыжника катать на лыжах топ кто-то за рулем квадроцикла на веревке взяли лыжню там или так спирси поехали все наслаждайтесь приятные поездки и времяпровождение в лесопарковых зонах ну и кстати очень хорошо что вот например само по себе электро устройство да это не бензиновым тоже бензиновым варианте мы бы не заехали в парк не могли бы кататься здесь электро это чисто экологически чистая скажем так техника которая не вредит окружающей среде среде нет выхлопник какой-то не создает негативной обстановки для окружающих кто здесь отдыхает поэтому все таки электро транспорт это это тема друзья это будущее и она уже наступила наслаждайтесь покупайте электро их друзей катайтесь прекрасно проводить время а также что еще обратили внимание на видео вы наверно тоже видели обратили внимание что на сзади стоит редуктор да то есть дифференциал то есть если мы с вами получается одним колесом заехать а другой например там на весу да то есть соответственно или где-то корочка льда он начинает боксовать и он просто не едет для квадроцикла это тоже в этом случае данном это минус да то есть было бы например блокировка да то есть либо например стандартный при этом как идет там назовем палка да то есть там редукторы цепного формата например то здесь уже не было такой проблемы и ну стоит ставится таким скажем так момент который можно попасть просто если вы едете куда-то на длинной дистанции или куда-то за городом катать где грязь помесить по всем этим моментам да и попали такое в просаг да то есть вот тоже имейте ввиду поэтому постарался вроде дать максимально вам обратную связь на те недочеты которые в эту квадроцикла есть они есть на самом деле и относительно существенно я сказал потому что кто-то в каких-то видео когда мы снимали говорили о том что вот чего там рекламируйте только в сибири прям что он такие они хорошие друзья я не хочу никак показаться вам что я где-то какого-то производителя да там холю какого-то лелею какого какого-то пряников кого-то с кнутом скажем так со встречаю да я стараюсь его максимально продуктивно давать вам обратную связь то что я вижу да на данный момент может быть какой-то в чем-то я в какой-то технике что-то не обратил внимание я буду безусловно признателен за обратную связь комментариях за какой-то аргументированную критику да то есть это нормально все мы люди вы бывает что там не сказали но тем не менее суть такова что если резюмировать мы стараемся я стараюсь в частности давать обратную связь именно то что как есть на самом деле в свои впечатления что я вижу если техника хорошая я говорю что это хорошая техника плохая я говорю их недочетах да но друзья выбирать решать вам безусловно то что видео мы снимаем это ни в коем случае не является какой-то там рекламной частью да мы просто даем обратную связь от той техники которую мы в том числе продаем не делимся своими впечатлениями но решать вам друзья друзья что хочешь сказать по скорости максимальной да вот честно скажу это не та техника который нужно замерять максимальную скорость все-таки квадроцикл не рассчитан но не предусматривается собой какие-то спорт болид да там что это максимальная скорость сама на нем гонять это все-таки не серия там у на приводный самокат или еще что-то да но вот сейчас например и едем вдвоем с коллегой до 170 килограмм нагрузка на третьей скорости по спидометру вот вы видите 22 километра показ максимальная скорость но это по спидометру по штатному то есть полотенека здесь нету что еще хочется сказать кстати посмотрите вот на крылья когда мы едем обратить внимание что оператор поснимает как ему на ноги все это дело летит то есть мне принципе ничего а вот заднего пассажира всегда история летит это тоже учитывайте ну что друзья вот мы с вами познакомимся с новинкой от компании white сибири white сибири квадроцикла снег про 3000 ватт если резюмируете дать свою обратную связь скажу модель получилась неплохая но есть на чем работать и я считаю что те моменты которые вот мы в этом видео постараюсь с вами поделиться и соответственно показали на что нужно обратить внимание та же самая задняя скорость немножко мощности на низах не хватает то есть он потом по нарастающей разгонять этот квадроцикл да то есть и принципе едет хорошо справляется задачами даже в горку в сибири даем обратную связь на низах нужно что-то сделать контроллером либо перепрошить его либо за какой-то другой контроллер поставить также рекомендую аккумулятор поставить здесь литий-он и поменять со штатного кислотно-щелочного но в принципе это наверное все мне очень интересно ваша обратная связь оставьте в комментариях что думаете вы о этой технике как она вам понравилась не понравилась и будем признательно за обратную связь но с вами был станислав жду вас на тест-драйв в нашем магазине всем удачи пока пока